Субтитры создавал DimaTorzok В этот день грусти и печали, в день, когда солнце будет приближено к головам, и не будет в этот день тени, кроме тени арши милостивого. О семи категориях людей рассказал нам наш пророк, алейиссаляту вассалям, что эти люди будут под тенью арша. Сегодня мы расскажем о шестой категории людей. Это человек, которого соблазняла красивая и влиятельная женщина, но он отказал ей, сказав, что не будет совершать грех, потому что боится Аллаха. Такие люди подобны пророкам, сыну пророка Якуба, на нашего господина Юсуфа, алейиссалям. Когда его соблазняла женщина, он находился в ее доме. Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его, заперла дверь и сказала, иди ко мне. Он сказал, упаси Аллах, ведь он мой Господь, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Запретил прелюбодеяние, сделал это из больших грехов, связал это с шибком, с убийством. Воистину беззаконники не преуспеют. Наш Господь сказал, они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание. Его мучения будут приумножены в день воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись. Я прошу Аллаха принять наше покаяние. Дорогие мои, имам Муслим передал в своем сахихе от Абу Хурайра, да будь доволен им Аллах, тот человек пришел к пророку А.С. и спросил, о посланник Аллаха, какой грех самый большой перед Аллахом? И пророк, саллиллаху А.С. ответил, ширк, многобожие, а затем какой? Убийство своего ребенка, боясь нищеты и бедности. А затем какой? Затем прелюбодьяния с женой соседа. Пророк, саллиллаху А.С. сказал в другом хадисе, самый величественный грех после ширка – это прелюбодеяние. Сегодня мы рассказываем о человеке, которого соблазняла красивая женщина, А он ей ответил, «Я боюсь Аллаха, Господа миров». Вспомни слова Аллаха, «Не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это мерзость и плохая дорога». Не сказано, не совершай прелюбодеяние, сказано, не приближайся, то есть не приближайся к предпосылкам прелюбодеяния, поскольку у прелюбодеяния есть предпосылки. Кто приблизится к этому, тот впадает в грех. Не приближайтесь к зина, не приближайтесь к ее предпосылкам. Не проводи время с теми, кто делает зина, не дружи с прелюбодеем. Не смотри на оврат женщин, поскольку это приводит к зина. Разве вы не слышали слова Аллаха? «Скажи, о Мухаммад, верующим, чтобы они опускали свой взор и хранили свои половые органы. Тот, кто не будет хранить свой взор от аврата, тот не сможет сохранить свои половые органы от греха. Скажи, о Мухаммад, верующим, чтобы они опускали свой взор и хранили свои половые органы. Не приближайтесь к прелюбодеянию, к ее предпосылкам. Отдаляйтесь от запретного уединения. «Не дозволено вам уединяться с чужой женщиной». Уединение с посторонней женщиной – это уединение с шайтаном, поскольку Пророк, саллиллаху алейху ассаляму, сказал, «Пусть мужчина не уединяется с женщиной, воистину шайтан бывает третьим. Если даже это уединение будет с родственницей, послушайте меня, сколько случаев мы иногда слышим, от которых волосы становятся дыбом из-за допущения халатности в отношении велений Пророка, алейху ассаляму. «Пусть никто из вас ни в коем случае не входит к посторонним женщинам». Один из ансаров спросил, «Скажи мне, а если это будет близкий родственник мужа?» Он сказал, «Близкий родственник – это гибель». То есть, когда родственник мужа уединяется с его женой, такие как дядя или брат мужа, «Пусть никто из вас ни в коем случае не входит к посторонним женщинам. Близкий родственник – это гибель». Как ты сторонишься причин смерти, так же ты должен сторониться причин, ведущих к уединению с женщиной родственника. Дорогие мои, пусть никто из вас ни в коем случае не входит к посторонним женщинам, поскольку уединение с посторонней женщиной — это есть путь, ведущий к Зина. Не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это мерзость и плохая дорога. Аллах говорит, что это плохой путь, а ее конец — это печаль и несчастье. Что такого плохого в этом? Ведь это наслаждение, кайф, радость. Что же злополучного на этом пути? Во-первых, кто совершил прелюбодеяние, с его семьей тоже будет совершено прелюбодеяние. Разве вы не слышали хадис пророка, алейхиссалату вассалям? «Будьте целомудренными, и ваши женщины будут целомудренны». Из этого хадиса понимается то, что, о молодые, если вы не будете сторониться грехов, то и ваши женщины тоже не будут. Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафи, и да будет доволен им Аллах, сказал, «Будьте чисты и целомудренны, и тогда будут чисты и целомудренны ваши жены». Избегайте того, что не подобают мусульманину. Кто совершит прелюбодеяние в чужом доме за тысячи монет, в доме того другой человек совершит прелюбодеяние бесплатно. Кто прелюбодействует, тот увидит блуд в своей собственной семье. «Пойми, о разумный человек, что прелюбодеяние – это долг. Если ты возьмешь его, то расплатишься своими домочадцами». «Кто совершит прелюбодеяние, с ним поступят так же». Плохой путь в этом в том, что совершающий прелюбодеяние не сойдется с благонравной женой, поскольку Аллах установил правило. Он сказал, «Скверные женщины для скверных мужчин, а скверные мужчины для скверных женщин и хорошие женщины для хороших мужчин, а хорошие мужчины для хороших женщин». «Плохой путь также заключен в том, что возникают болезни». Правдив пророк Алию Саляту Ассалям, который еще давно сказал, «Распространится мерзость среди народа, когда будут объявлять об этом, и когда мерзость распространится среди них, распространится чума и другие болезни, которых не было у предшествующих поколений. Также зина, дорогие мои, приводит к нищете, ускоряет срок смерти, очерняет лицо. Среди людей к нему возникает неприязнь, лишается благодати в имуществе, в семье и теле. Если прелюбодея не покается и умрет, то его состояние в Барзахе будет плохим. Все мы будем в Барзахе. Барзах, дорогие мои, это место, где пребывают души чистых людей и души грешников». Аллах сказал, когда же смерть подступает кому-нибудь из них, Он говорит, «Господи, верни меня обратно, быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил». Но нет, это всего лишь слова, которые Он произносит. «Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены». Это состояние в Барзахе. Тот, кто совершал прелюбодеяние, в Барзахе будет так, как это описал пророк, алейиссаляту вассалям, хадисы, которые передал имам Бухари в своем сборнике. Однажды к пророку, алейиссаляту вассалям, пришли ангелы Джабраил и Микаэль, алейхимассалям, и сказали, «В аду мы видели печь, из которой доносились страшные стоны». Мы заглянули туда. Это была печь с узким горлом и широким дном. В ней лежали голые мужчины и женщины. Внизу видны были языки пламени, и оттуда доносились страшные крики. Их снова поднимали и снова сжигали. «Ой, Джабраил, кто эти люди?» – спросил пророк, алейиссаляту вассалям. «Это те, кто прелюбодействовал. Их будут сжигать до судного дня», – был ответ. Опасное дело. Разве ты хочешь быть вместе с ними? Получать такое наказание? Или хочешь пребывать в вечном наслаждении? Под тенью арша в тот день, когда не будет никакой другой тени. «Дорогие мои, человек, который сторонится грехов, будет укрыт под тенью арша. Сторонитесь грехов ради Аллаха, страшась его наказание. И напоследок, о молодые, те, которые живут в это смутное время, я прошу Аллаха меня и вас укрепить на истине». «В Аллахе стойкий в религии в это время, придерживающийся религии, «В Аллахе он сиддык из сиддыкинов этой умы». О, молодые, знаете, что пророк А.С. сказал, кто оставит что-то ради Аллаха, то взамен Аллах ему даст лучшее для него в мирской жизни и религии. Знаете, что все глаза будут проливать слезы в день суда, кроме глаз, не смотревших на харам, и того глаза, который провел ночь на страже на пути Аллаха, и глаза, плакавшие от страха перед Аллахом. Послушай, что сказал пророк А.С. «Кто обещает мне сдерживать свой язык и половые органы от харама, тому я обещаю рай». Это обещание от посланника Аллаха А.С. Последнее наставление. Послушайте, вы слышали от некоторых ученых такие слова. «Кто будет прекрасно соблюдать пост, то когда он будет вступать в брак, Аллах его брак сделает прекрасным». Будьте целомудренны и остерегайтесь смерти в момент забвения, смерти, совершая грехи. «Разве нет таких людей, которые умирают, совершая грехи?» Дорогие мои, мне рассказал один из имамов мечети, которая находится поблизости к нашей, что он увидел трех молодых людей, в которых не было особо знаний, толком не знали, как совершать намаз. Имам завел с ними разговор после вечерней молитвы, чтобы познакомиться с ними, обучить их правильному совершению намаза. Он их спросил, «Что вас заставило приходить в мечеть?» «Я вижу, как вы несколько дней стабильно стали приходить». Они ответили, «С нами произошел очень удивительный случай. Кратце говоря, у нас был друг, наш ровесник, такой же молодой, ему было 24 года. Мы были хорошими друзьями, однако не шли по пути Аллаха. Наша дружба была не ради Аллаха, а ради грехов. И в одну из ночей к одному из нас поступил звонок на телефон от мобильника друга. Ответили на звонок, а на том конце трубки был голос женщины, «Она спросила, ты такой-то?» Я ответил, «Да». «Знаешь ли такого?» Я ответил, «Да, это мой друг». Потом она сказала, «Он в тяжелом положении. В таком-то месте приезжайте к нему». Мы отправились на это место. Это место было местом, где занимаются развратом. Нам открыли дверь, провели в последнюю комнату, и там в постели лежал мертвый наш друг, который умер, совершая прелюбодеяние. Дорогие мои, умер, совершая прелюбодеяние, и это стало причиной покаяния этих молодых. Берегитесь, о молодые, берегитесь смерти без покаяния, и знайте, что тот, кто будет целомудренным, Аллах его во всем сохранит. Аллах сказал, «Пусть соблюдают целомудрие те, которые не находят возможности вступить в брак, пока Аллах не обогатит их и своей милости. Да укроет нас Аллах под тенью Арша в тот день, когда не будет никакой другой тени, и да очистит наши сердца, органы тела от запретного. Воистину Он всемогущий. Да простит Аллах. Аминь». Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok